Меня зовут Шани, я приехала по Наоле из Москвы в школу Кфарьерок, и сейчас я перехожу в 12 класс. Я поехала по Наоле, потому что с самого детства было моей мечтой жить тут, но так как мои родители не могли переехать сюда, то я решила поехать сама. Перед приездом сюда я очень много выясняла информации от ребят, которые уже учатся тут, поэтому кроме павлинов, кричащих, всем утра меня не удивило ничего. Учеба в Израиле кардинально отличается от учебы в России. Тут подход к тебе более индивидуальный, тебе дают шанс быть самим собой, не пытаются сравнять тебя с остальными. Если, предположим, ты плохо знаешь математику и не можешь потянуть ее на высоком уровне, ты спокойно можешь взять три единицы, и никто тебя за это не будет корить или осуждать. В школе помимо базовых предметов в виде математики, английского и литературы есть также предметы на выбор, которые называются Мегамод. Я для себя выбрала русский, и наука об обществе – это курс из психологии и социологии. Мне кажется, успехи у меня в изучении иврита очень хорошие, потому что на аллее я приехала с базой, но КФАР очень сильно помог мне подтянуть мой иврит в плане словарного запаса и разговора. Во внеучебное время я занимаюсь разными делами. Во-первых, это, конечно же, смотреть сериалы и отдыхать, но большую часть времени занимает, опять же, учеба, походы, которых у нас в течение года очень много. И также… Что также? А, волонтерство. Я занимаюсь очень много волонтерством, что считается обязательной частью жизни в Израиле. У нас в школе очень много секций, но я выбрала секцию театра, потому что до приезда на аллее я занималась почти что профессионально театром и играла в театре, поэтому меня очень изовлекло это. И после, к сожалению, секция театра закрылась, но открылась снова с другим преподавателем, на которую я уже не пошла, потому что у меня не было времени. После школы я планирую пойти на ШНАД ШРУТ. ШНАД ШРУТ – это год волонтерства в какой-либо школе, либо не только, но меня интересует именно школа, как ПНЕМИЯ, где я буду работать с належниками, либо с израильтянами, и помогать им по жизни в ПНЕМИЕ. Роль Шиншина – это помогать также детям и также матрихам, вожатым, с разными вещами. Это как организация мероприятий, помощь с домашним заданием. И просто моральная поддержка учеников, потому что матрихи – они старше и могут не совсем нас понимать, а Шиншины – они примеры нашего возраста, они на год, два, три максимум старше нас, и с удовольствием готовы поддержать нас. Я бы хотела работать в другой, на Олешной школе, с належниками, которые только прибыли сюда, чтобы помочь им адаптироваться в Израиле и показать, что Израиле – это не так страшно. Мне не было страшно летать одной по на Оле, потому что моей мечтой было прилететь в Израиль. Самое яркое воспоминание в на Оле за последний год – это Йом на Оле, когда тут собрались все на Олешники, и это было очень весело и очень странно. Если вы мечетесь между какой-то маленькой штучкой, брать или не брать, то лучше не берите и купите ее тут, если она реально понадобится. Всем – учителя, школа, территория Экфара, какие-то веселые моменты с друзьями, абсолютно все запомнилось и осталось в моей памяти навсегда. Однозначно, да, стоило пройти этот путь, потому что он помог мне во многом, помог осознать меня и раскрыл меня такой, какая должна есть на самом деле.